Пожалуйста, увидели объявление по поводу сауны и тайского положили трубку. Дозвонившись по номеру, указанному на вывеске, жители поняли, это не шутка. В подвале жилого дома со дня на день откроется помывочная с массажными кабинетами и другими сопутствующими услугами. К приему клиентов всё готово. Сауны в жилом доме запрещены Роспотребнадзором. Четыре года назад. Всё понятно. Без комментариев выходим, покидываем помещение. Мы уже прокомментировали. Вы кто? Вы прораб? Выходим. Нет, не прораб. Гость. Гость? Да. Но на основаниях вы нас из общественного места выставляли. Сауна, может быть, я попариться хочу? Подвал пятиэтажки на Нижней Первомайской ожил в начале года, когда перешёл в частные руки. Сначала отсюда камазами вывозили землю, углубляли помещение, а потом в несущей стене дома 52-го года постройки стали появляться пробоины. Заметьте, какая это несущая стена. То есть это не просто стена, которую можно было пробить. Я училась на инженера, я примерно понимаю, с чем это может быть чревато. Как только жители написали жалобу, им отключили воду. Вентиль перекрыл новый собственник подвала. Владимир Шкуратов уверен, что теперь волен распоряжаться общими коммуникациями по своему усмотрению. Иди в ТСЖ, пусть там включают. Почему ты перерубил это рубиль? Я ничего не перерубал. Пока люди бегали за водой на улицу, строители полностью изменили схему водоснабжения и канализации целого дома. Перепады температурного режима будут разрушать наше строение, в котором мы живём, с маленькими детьми в том числе. То есть мы рискуем своими жизнями. Люди уверены, что сауна в доме появилась не без участия управляющей компании. Но там, в свою очередь, заявляют, что мириться с банными процедурами в подвале не намерены. Отсумали письмо от имени ТСЖ в прокуратуру. Они в него запросили весь набор и пакет документов у этого гражданина. Я уж не знаю, у кого, у хозяина или его представителя. То потом мы должны будем обращаться в главное управление. Своё расследование провели и в управе района. И не обнаружили в подвале, цитата, признаков планирования сауны. А главное, вывески. Действительно, в следующей же после нашей съёмки ночь таблички с надписью «сауна» с фасада исчезли. То, что сняли вывеску, совершенно ничего не значит. В подвалах продолжается монтировка оборудования для сауны. И бизнесмены в разговорах откровенно говорят, что здесь всё равно будет открыта и гостиница, и сауна, и будет массаж. Похоже, что сауна в доме всё-таки будет работать. Под вывеской или без неё. Ведь подвал многоэтажки с магистральными трубами и стояками полностью под контролем бизнесменов.